Семинара. На этот раз, каждый раз мы с вами встречаемся в совершенно новых условиях. Я сейчас накажусь в Иерусалиме, у себя дома, в доме, окруженном снегом, снежными тугробами. В нашем дворе находится сугроб метр высотой, так что обстановка действительно такая очень зимняя. Впрочем, тема, которую мы сегодня собираемся создать, она, пожалуй, не зависит от сугробов, тема действительно очень важная. Это проблема речи и логоса в еврейских текстах и в еврейской философии. То есть, иными словами, сотворение мира при помощи словам. Такая тема достаточно популярная и известная, но между тем, что за ней стоит, и, во-первых, что она, какими последствиями она ведет, как ее можно понимать, как ее можно интерпретировать, это большой вопрос, и об этом можно очень интересно разговаривать. Я пользуюсь тем же методом, что и в предыдущих лекциях, а именно методом таких ключевых слов. То, что Губер, Мартин Губер называет, как бы, ну, ключевые слова, или «варим манхим», или «мелим манхим». Это слова, которые позволяют нам провести мягкий мостик между разными системами мышления в данном случае. Это древнегреческое понятие «логас», которое является, пожалуй, одним из центральных понятий древнегреческой философии. И несколькими словами, которые обозначают речь в еврейских текстах. Здесь слов, которые обозначают речь, довольно много. И они пользуются все в разных значениях, и идет постоянная игра между этими словами. Это не обозначает, что в еврейской мысли понятие «речи» менее важно, менее конситуализировано, чем в греческой философии. Оно, конечно, очень сильно отличается. И нюансы, например, различия между «дибур» и «омер» очень существенны. Но, тем не менее, привыкованное это понятие, как бы, очень существенное, важно. И это мы видим с самого начала, открывая эти книги, книгу «Бережин» с первых же глав. Я хочу сейчас начать с того, чтобы прочитать первый текст, который декларирует создание мира при помощи речи. Это, собственно говоря, текст, который мы уже с вами несколько раз цитировали. Самый известный, самый первый текст. «Бережин» Барая Вакима, Дашамай Матаары и так далее. То есть, на самом деле, Бог творил небо и землю. И здесь недвусмысленно сказано, со мной стороны, что Бог сказал, «Во йомер лавин, и ор, и сказал Бог, будет свет, стал свет». Здесь идет игра между двумя словами «сказал» и «будет». «Йомер ги». Любопытно, что эти два слова являются центральными словами, собственно говоря, всей древнегреческой философии. То есть, «онтас» и «логос». Первым идет «логос», вторым «онтас». То есть, это есть соединение бытия и речи или мышления. «Обдат» в греческом понимании – это единство речи и мышления. И тут мы видим тоже, что Бог с самого начала сочетает, соединяет «во йомер» и «и». То есть, «и сказал будет». То есть, вот эти два слова. Но, тем не менее, очень естественное отличие, конечно же, этого понимания речи и бытия здесь тем, к которым мы привыкли, скажем, к философии Платона, Аристотеля, Стоика, то есть, тех тем, в которых эти понятия звучат. Значит, дело в том, что, во-первых, речь здесь не субстанциализирована. Нет такого понятия «логос» или «речь». Можно было бы сказать «омер» или «амира». Но такого нету. Сказано «во йомер», «влагол используется», «сказал». И где бы мы ни искали, мы сможем найти потом, даже очень скоро найдем их, какие-то существительные, производные от речи «дебур» или «амира», или «дава». Эти слова, как некогда злодные, уже субстанати. Но все-таки обращают внимание на себя то, что в первую очередь мы обращаемся к слову речи как к некой действующей силе. «Сказал» и «будет» и «стало». И вот это вот первое, очень естественное отличие, которое мы должны обратить внимание, на которое вообще пронизывает все отличия между и греческой мыслью и греческой мыслью, что греческая мысль, как говорят, глагольная. То есть действие первично, значит, «бог сказал» и «стало». А греческая мысль, она такая субстантивная, она обращена к существительным, она как бы пытается обновить понятия, некие сущности, которые как бы определяют мир. Это очень фундаментальное развитие, которое для нас очень важно. Теперь я хочу продолжить анализ этого текста, потому что он не завершается только тем, что «сказал» и «стало», но мы знаем, что «сказал» и «стало» будет продолжаться на протяжении всей первой главы, потому что мир творится при помощи речений, и Бог продолжает говорить, становится пространство, суша и так далее, и так далее. То есть мир как бы создается под воздействием на божественной речи, но здесь очень важный момент, что на этом не заканчивается, потому что он создает свет таким образом, сказал «свет стал свет», и дальше увидел свет, что он хорош, и я хотел спросить, слышно ли тут моих детей, которые помогают мне лекции читать, или не слышно? Да, вполне слышно. Вполне слышно, да? Хорошо, тогда я попрошу, Аня, нельзя бы как-то «сучки» ускорить? Вот, ладно, я постараюсь, все-таки, они очень хотят поучаствовать, я их понимаю тоже, но... Итак, я возвращаюсь к речи. Значит, здесь Бог творит свет при помощи речи, а потом дает свету название, то есть и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Ваекра, то есть Ваекра, Эвоим, и назвал. Это второй акт речевого действия, то есть он не только создал свет при помощи речи Амиры, Ваема, а потом еще при помощи другого речевого действия называния, Крия, он назвал. И вот эта последовательность, она тоже будет дальше повторяться, и сказал, и назвал. И это в данном случае очень важно, потому что мы видим, в частности, во втором тексте, который у меня здесь приводится, из второй главы, что эту способность называть Бог далее передает человеку, и в процессе избрания помощницы для человека, сначала, когда к нему приводятся животные, то испытание человека производит при помощи называния. Как назовет человек всякое живое существо, таково имя его. И в дальнейшем человек называет животных и так далее. То есть иными словами, у нас вот это вот последовательно здесь, правда здесь человек не творит эти существа при помощи речи, но дальнейший человек тоже начинает творить при помощи речи, начинает тоже говорить и создавать какие-то реальность при помощи слова. Но в любом случае, вот эта вот способность при помощи речи творить, создавать, называть, определять и так далее, передается от Бога к человеку. Это как бы очень важный момент концепции речи в пятикнижке, которые абсолютно отсутствуют, конечно же, в греческой философии. Более того, если бы мы могли бы только представить себе, то есть человек, при помощи своей речи, может менять мир, да? Что-то меня не слышно? Я слышу отлично. Ну, отлично. Значит, к теме тоже не отлично. Вот. Я хочу сказать, что способность, я вижу, что есть, видимо, вопрос, и мы сейчас к нему обратимся. Вопрос Минах Менделя, заводится, выслушаем, но я прежде закончу фразу, способность человека менять мир при помощи речи, это способность, если понимается, в еврейских традициях, она, конечно же, отсутствует в греческой традиции, потому что как раз в греческой традиции речь выражает сущность вещей неизменную. Она, в сущности, вообще ни от чего не зависит, от которой является некоторой константой и истиной, которая существует независимо от человека. И здесь мы, эти две традиции, очень сильно различаются между собой. Теперь я готов выслушать вопрос Минах Менделя, если вам нет. Я должен что-то сделать, чтобы... Минах Менделя, я вам включил микрофон, вы можете вполне отбудить. Благодарю вас, но у меня вопроса нет. А, извиняюсь. Тогда мы подумали, я подумал, что у вас есть вопросы. Хорошо. Значит, я думаю, что те, кто захочет потом что-то сказать или спросить, я также включил чат, и я про не вижу, появились ли в нем какие-то... Да. Ну, вижу, что в основном приветствие, что приятно. Вот. Но если будут вопросы, давайте лучше видеть чат, давайте это сразу же все увидят, и это не будет мешать как бы нашему тематическому. Итак, я возвращаюсь к основной теме. Я хочу только сказать, что тема речи и речевого воздействия в Танахе не является единоразовым сюжетом только начала книги Бытия. Эта тема проходит практически через весь Танах, она всплывает много-много-много раз, дальше она продолжается под библиейской, еврейской литературе, в частности, в апокрифических текстах, в том числе там, Бен-Сиры, там, ну, Эльнифийская в рейской литературе, и эта тема является как бы одной из центральных тем и утаизма. Тут сомнений нет никаких, но для начала я хочу показать вам два фрагмента. Я, с вашего позволения, сначала открою текст номер 4, я просто ради удобства расположил в таком порядке, а потом вернемся к тексту номер 3, который, как вы видите, я даю здесь и по-гречески, и это не случайно. Значит, пожалуйста, откройте страницу 2, Псалом номер 19. Я думаю, что этот Псалом все очень хорошо знают, все любят. Псалом действительно прекрасный. Небеса рассказывают слава Бога, и они рук его повествуют небеса, день в дню передает слово, речи передает знания. Здесь слово, как мы видим, уже, значит, говорится как существительное, в том смысле, слово как омер, то есть речь, как не воемер, не омар, а омер, как речь, как некая такая речь. И тут, правда, сразу же текст Псалом вступает в противоречие с собой и говорит «Эйн омар, вейн дворим», то есть нету речи. То есть, с одной стороны, есть речь, а с другой стороны, нету речи. То есть, эта речь, которая небеса друг другу передает, божественная речь, она как бы и есть, и ее нету. И это уже такое странное противоречие, которое в этом Псалме встречается, потому что, с одной стороны, речи нет, а потом дать сразу же после этого неслышанный голос. То есть, такая речь, которая не слышна. А дальше «Бехоль аараси, асаакаба, цетэвэль, милей гэм». И тем не менее, их слова по всей земле, по всему, по всей вселенной звучат. То есть, у нас получается такая картинка, что, значит, божественная речь, согласно Псалму, с одной стороны, она уже полностью передана небесам, ведь небеса тоже созданы при помощи слова Бога, при помощи речения Божьего, божественного речения в первой главе «Берешлиф». И, значит, точно так же и теперь эти небеса, они наполнены божественной речью, они разговаривают как бы между собой и небесные какие-то звезды там и сами небеса разговаривают между собой, но это не слова обычные, к которым мы привыкли, это какие-то особые слова, они не слышны и тем не менее они наполняют собой чиселет. Этот великолепный Псалом, я хочу обратить внимание, что он заканчивается с фразой, которая, тем не менее, очень важна, потому что Псалом, к сожалению, я не могу сейчас его анализировать полностью, это большая отдельная тема, но очень важно, что он заканчивается тоже темой речи, 15 стих, да будет угодно тебе слова уст моих, потому что не сердце моего, Господь, сверденье мое, Збавитель мой. То есть ген льби, рацион им рэйпи. Им рэйпи это те самые слова моих уст, то есть амира. То есть мы здесь видим, что речь передана человеку, и с одной стороны небеса разговаривает, с другой стороны человек разговаривает. И в этом одна из самых важных идей, которые, как мне кажется, заложены в плане проблемы понимания, что такое речь в Танаке. То есть речь это, с одной стороны, реальность, при помощи которой Бог творит мир, с другой стороны, это реальность, переданная распоряжением человека, при помощи которой человек творит, создает, обращается к Богу, обращается сам к себе и так далее. С другой стороны, божественной речью полон мир, небеса и так далее. Вот этот момент, что с одной стороны речь обладает силой творения, и она божественна, с другой стороны, что она находится в распоряжении человека, очень важен. Сейчас я хочу посмотреть на вопросы. Сергей Дорожен спрашивает, что если речь не обладает силой действия, древнегреческая традиция, то почему мы это сравниваем? Дело в том, что я уже сказал, что логос является, и мы об этом сегодня будем достаточно много говорить, логос является центральной темой древнегреческой философии, но понимание логоса не все иное. Я не хочу сказать, что он совсем активен, этот логос. Разумеется, он тоже активен в каком-то смысле, но это логос, это не то, по крайней мере, в классической греческой философии. Опять-таки, есть разные разночтения. Концепция логоса впервые из нам известных источников древнегреческой философии предложил гераклиф философ, который как раз рассматривал логос как активную реальность, как нечто изменяющееся, возникающее, исчезающее и так далее. И тем не менее, в общем, можно сказать, что логос, как божественная речь в греческой философии, превращается в такую более неизменную, какую-то реальность, нечто такое истинно божественное и так далее. И логос не является в этом смысле такой творящей, творческой реальности. Хотя, опять-таки, нюансы и нюансы. Мы должны это сравнить между собой и мы это будем сравнить чуть-чуть погодя. Вот мне Марк сообщает, что плохо слышно. Я надеюсь, что если плохо слышно, дайте мне знать если кто-нибудь. Я надеюсь, что сейчас слышно все-таки достаточно хорошо. Я стараюсь говорить в микрофон. Нормально. Да, я думаю, что слышно отлично. скорее всего, это локальные проблемы. Хорошо, спасибо. Вот. Теперь я хочу вернуться к саму номер 33 на предыдущей странице. Прошу опять открыть первую страницу. И, значит, текст номер 3. Секунду, прости. А что ты пишешь открыть первую страницу? Ни кто, кроме тебя, открыть страницу не может? А! То есть, если я открыл, то все видят, да? Да, у тебя под еврейская философия, у тебя есть белое поле с выпадающим меню. А ты заберешь? Я понял, я открыл. То есть, если я правильно понимаю, все видят сейчас вот этот текст номер 3 псалмом 33, да? Который, правда, в греческом варианте называется 32. Спасибо. Отлично. Потому что в Светлогенте несколько другая чуть-чуть нумерация, и вот европейская, ну, традиция, скажем, христианская нумерация и псалмом чуть-чуть отличается, хотя не существенно. Итак, мы читаем 33-й псалм. Пойте песню новую. Значит, ну, во-первых, я хочу обратить внимание, что это обращение шыру-ро, это часто в псалмах такое обращение пойте, оно тоже обращение речевое, то есть, оно предлагает человеку реализовать свой потенциал через тень и через песню, то есть, через говорение. Я хочу обратить внимание, что в самом пятикнижии, в самом пятикнижии или не пятикнижии, какие-то его фрагменты, Тора называется песнь, шыра. И в этом смысле шыру-ро это то же самое, что говорите. Это очень важный зачин, хотя он здесь идет не первым, а в третьем смысле псалмах. Вот, и дальше начинается опять своего рода философия псалмовская, текста, понятие речь. Итак, ибо справедливо слово Господне и всякое дело его верно. Вот, то есть, опять-таки, провоклавляется божественная речь, и если мы посмотрим, я специально привел греческий перевод, это один-то, это псалма, что речь называется Логос, никак иначе. Речь называется просто напрямую Логос, вот видите, на третьей строчке прямо написано, и дальше, вот, когда у нас продолжается речь, это, видите, опять-таки, в шестом стихе это Лого, то есть, это тот самый Логос, который становится главной темой речи в греческой философии, и в этом смысле как бы достаточно просто перевести в словом на греческий язык, и мы получаем некий греческий философский текст в своем роде. Но мы видим, что философия в нем другая, чем греческая, вот, потому что, значит, с одной стороны здесь говорится, что слово Господне справедливо, истинно, а дальше говорится, опять-таки, слово небеса сотворены, шестой стих, да, значит, Бедвар, Ашем, Шамай, на Асу. Обратите внимание, что здесь используется имя Афем, в буквы имя, в буквы имя, в буквы имя, в буквы имя, не то, которое, Лаким, в первой главе Торы, это не важно, в данном случае. Псалом, безусловно, отзывается на первую главу, потому что слово Шамай, на Асу, слово сочетание, небеса сделаны, это точная кальция с того, что написано в первой главе. И, там сказано, и сделал Бог небеса, Лаяас, это то же самое слово. То есть небеса сделаны при помощи божественной речи, вот, и Псалом говорит сейчас здесь ровно об этом. Вот, и дальше идет вот опять-таки стих, который мы уже с вами использовали, когда говорили о бытие, это девятый стих, который очень важен, «Вэгу амар вайги, ву цива ваямод», то есть он сказал и встало, он повелел и установилось. То есть, опять-таки, само бытие здесь, опять-таки, как и в этой антологической связке, о которой мы говорили, «Амар вайги» сказал и встало, бытие и речь объединяются между собой. И это как раз очень, так сказать, важный, мне кажется, а в греческом тексте уже этого нету, вот этого, вот этого, такого, такой связки антологической, которая здесь присутствует, значит, потому что здесь «эпэм» используется, слово, значит, другое, чем «вобу», значит, по отношению к речи. Так или иначе, значит, мы видим, что, значит, мы находим это в Талмах, мы находим это в других фрагментах Танака. Речь рассматривается как некоторое объединяющее Бога и человека, способность творить мир, способность менять реальность, способность обращаться друг к другу, потому что потом Лайом и Ралакин сказал Бог и постоянное обращение к человеку, сначала он обращается к миру, будет свет и так далее, а потом он обращается к человеку, и то же самое и человек обращается к Богу при помощи этой речи. То есть речь, она оказывается таким, что рода, промежуточным звеном, посредником, что ли, своего рода, между Богом и человеком. Теперь я хочу обратить внимание, просто напомнить, поскольку мы дальше двигаемся по плане развития иудейской, еврейской концепции речи, чтобы перейти к следующей теме, которая у нас возникает, о которой мы сегодня будем говорить еще много, это Филон Александрийский и Сефир Истера. Я хочу просто напомнить фрагменты с восьмой главы книги притчи, Мюслей, которые тоже у нас уже на слуху много о нем говорили. И это, опять-таки, мудрость говорит, рассказывает, обращается к людям, говорит «эзьет фло амон», «эзьет шуршуем йом йом», и «эзьет фанавколь эт» и так далее. Значит, мудрость здесь, которая выступает в качестве вот этого художника, художницы, которая говорит «эзьет», то самое слово, которое Бог дает, конечно, в своем имени Моисею, «буду». И она говорит, что это «буду» — мастер, который при Боге находится, и помогает ему мудрость, которая, значит, божественная. Я хочу сказать, что вот это сочетание идеи творения мира при помощи речи с одной стороны и концепция мудрости, с другой стороны, она легла в основании вообще в очень большой степени философии Иоанна Александрийского. Иоанн Александрийский, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, это еврейский философ ленистический, который живет в Александрии, он родился, я, кстати, не помню точной даты, но примерно в 25-м году до нашей эры и умер примерно в 40-м нашей эры. Значит, тот человек, живший в такую одну из самых важных, критически важных эпох, конца эпохи Второго Храма, эпоха возникновения христианства, эпоха создания, собственно, устного учения, эпоха Гелелия и Шамая и так далее, и так далее. Это совершенно важная эпоха, и вот одним из отличающих людей этой эпохи в частности был Иоанн Александрийский. Иоанн Александрийский создал целую философскую систему писал он по-гречески, которые он впервые систематически и последовательно пытался сопоставить между собой философию древнегреческую и иудаизм. Значит, влияние этой системы на последующее мышление чрезвычайно высоко. Имеется вопрос о том, насколько философийский повлиял на еврейскую, собственно, мысль. Потому что его, поскольку он писал по-гречески, то его произведения сохранились именно по-гречески, писали по-гречески, и потом они были переведены на европейские языки. То есть, в первую очередь, конечно, он повлиял на европейскую, сначала христианскую, потом европейскую мысль. Но я думаю, что влияние философийского и на еврейскую мысль, может быть, косвенное влияние, тоже должно быть весьма высоко. Но для начала мы можем, во-первых, можно говорить о взаимодействии здесь, потому что, безусловно, философийский, он также опирается на предшествующих ему других еврейских комментаторов, авторов, о которых мы знаем достаточно мало, но все-таки кое-что знаем. И, тем не менее, я полагаю, что его влияние и на патрио-еврейскую традицию весьма велико. Ну, сейчас хотя бы сравним очень простую вещь. Это Феон Александрийский очень любит притчу про Бога, который творит мир при помощи мудрости, которую Феон Александрийский называет «Бого». Ну, а давайте прочитаем текст 6а Феона Александрийского из его траката «Створение мира». Говоря еще более ясными словами, можно сказать, что умопостигаемый мир есть не что иное, как логос Бога, ибо уже занято во творение мира. Ведь умопостигаемый город есть не что иное, как расчет зодчего, обдумывающего строительства города. И это учение маэтеи, а не мое. Значит, ну, подчеркивание того, что это учение маэтеи, здесь, конечно, очень естественно, потому что читатель, можно сказать, ну, вот это такая интересная философия Феона Александрийского, но Феон здесь претендует не на роль философа, который предлагает свое учение, а роль комментатора, который перевагает учение маэтея, то есть Тору, в рамках, в некотором контексте греческого мысления. Вот. И в связи с этим возникает притча про дворец. То есть Бог творит мир, подобно тому, как архитектор творит дворец. И этот дворец, конечно, идет в соответствии с планом, с некоторым, как бы, неким перстежом. И в Медраж, мы знаем, что именно с этой истории начинается великий Медраж, Медраж Раба. Первый Медраж, который в нем приводится, это именно Медраж, что Бог подобен архитект, Бог, вернее, использует архитектора, подобен царю, который привлекает архитектора для творения своего мира. И, соответственно, мир построен по некоторому плану. А план этот есть не что иное, как Тора, то есть мудрость. И это как раз исходит из восьмой главы Депритии, приведенного нами текста номер пять. Таким образом получается, что... Значит, я спрашиваю, будем ли вы затрагивать христианские источники. Смотрите, я не буду затрагивать христианские источники в основном. И привлек Иван Гриотана только в данном случае исключительно по той причине, что это высказывание в начале было слова, оно на звуку. И часто приходится слышать, что вот христианская концепция творения мира при помощи слова. Я хотел сказать, что фрагмент из Иван Гриотана это только лишь теорию отзвук учения Ивана Александрийского и отчасти об этом также и других христианских источников Горисового поступало. Но это отзвук Танаха. Притом, мы немножечко... Я хотел поговорить как раз о различии, различиями, отличиями вот христианских учения о логосе и еврейском, поскольку мы рассматриваем еврейскую философию в контексте мировой. Но, значит, более детально, более подробно, конечно, учения о логосе, христианских мы рассматривать не будем. У нас для этого просто нет времени. Хотя тема интересна. Вот. Итак, я возвращаюсь к Ивану Александрийскому. Конечно же, в отличие от Иван Гриотана, где сказано два-три фразы про логос, филон Александрийский, у него нету, ну, фактически, в самых главных его произведениях о логосе. Логос – это главная тема. И вот сейчас, вот я привожу здесь несколько статей, с трактатов «Створение мира», и с трактатов «Смешение языков». Есть большие трактаты филона Александрийского, которые полностью посадили на этой теме. Створение мира при помощи слова – это одна из главных тем филона Александрийского. По этой причине, ну, мне хотелось привести источники. Источники здесь очень понятные. Это, в первую очередь, сама история «Створение мира» Берешит. Это второе – это псалвы и книга Мишевой, клинчи. Ну, плюс к этому, надо полагать, иудео-лингистическая традиция, которая была до пилота Александрийского. Сказать, что мир сотворил слово – это уже после Танаха, значит, просто сказать, некоторый общеизвестный факт. Но более интересно, это та философия Логоса, которая разворачивает Тилон Александрийский. Вот это для нас действительно очень существенно. Давайте прочитаем еще второй текстик Тилона. Более длинный. Те же, кто руководствуются знанием и единым, заслуженно зовутся сыновьями Бога. Здесь тоже мы видим определенное влияние Берешит на христианство, на христианскую идеологию, которая имелась у Тилона. То, что Тилон повлиял чрезвычайно на христианское вероучение, тут нет никаких сомнений. Но это не значит, что Тилон не является частью еврейского вероучения, еврейской философии. Здесь, но при этом, то, что он говорит здесь, надо сразу же отметить, что христианство как раз расходит совершенно радикально. То, что он говорит? Он говорит, что сыновьями Бога зовутся все те, кто руководствуется знанием о едином, то есть те, которые идут по пути Бога. И как об этом сказал Моитей в Торе, в книге Дворим, «высыны Бога вашего, Господа Бога вашего». Это Дворим, и народ Израиля прямо в книге Дворим говорится, что «высыны Бога, Господи Бога вашего», и еще говорится, «Бог создавший тебя, не отец ли он твой». Значит, то есть, иными словами, мы говорим, что то есть, в учениках Илона, те люди, которые следуют путем Бога, его ученики являются его сыновьями также. И я пропускаю фрагмент, каждый может прочитать, что здесь написано. Вот. Но при этом, как бы, Логос, то есть, первое творение Бога, то есть, люди вообще, и народ Израиля в частности, является творением Бога, и поэтому он называется сыновьями Бога. Но первым сыном Бога называется сам Логос. Божественная речь, та самая мудрость, о которой, как бы, мы говорили. И она здесь тоже называется сыном Бога, это самый Логос, потому что он здесь называется старший из ангелов, который имеет множество имен, говорит, и он начало, имя Бога, и Логос, или образ Бога, по которому создан человек. То есть, и он здесь строит такое учение, что вот то, что называется целым и лаким, образ Бога, при помощи которого Бог творит человека, он же является этим самым Логосом, при помощи которого Бог творит мир и творит человека. Вот. Ну и он говорит, что если же мы такие грубые, и не можем подготовиться быть его детьми, то есть, недостаточно глубоко изучаем его учения, то, по крайней мере, мы должны следовать его Логосу, в том виде, как он нам известен, опять-таки, надо полагать, что это Тора. То есть, таким образом, мы видим, что Филон Александрийский разворачивает целую концепцию учения, что Тора, если что иное, как выражение Логоса Севыснила, она говорит таким образом, чтобы люди смогли ее понять, она обращена к людям, но, тем не менее, Логос Севыснила, это не только Тора, вернее, не только Тора, который мы можем прочитать, но и Тора, при помощи которой творится мир. То есть, здесь мы видим, в общем-то, это учение достаточно близко к тому, что мы видим в Медраше. То есть, нету такого радикально-принципиального различия. Вот. Значит, я, раз уж, а, сам текст Иван Грибин перескатил у меня на другой странице, но это не страшно, мы сейчас перейдем на третью страницу. Вот. Ну, я думаю, все слава знают, в материале было слово, слово было Бог, и слово было Бог. Вот. Мы здесь видим, как раз, с одной стороны, этот текст очень основательно опирается на Тору, на Танах, на Фимона Александрийского, и все-таки он радикально расходится от него, потому что здесь говорится, что слово это и есть сам Бог. То есть, здесь происходит некое торжествление. С одной стороны, слово было в начале, это, значит, божественная речь, который творит Томил, и это слово было у Бога. Здесь, как бы, это самое Тонселос, значит, то есть, вот, это было у Бога просто Тонселос, это, как бы, не то, что оно было убогое, но оно, как бы, не в груди, является божественной монации. То есть, это то, что исходит от Бога, что тоже согласуется с учением Тоннаху. Но дальше слово было Бог, и потом дальше как бы разворачивается концепция, что Иисус, который, как бы, является сыном Бога, и он, хотя мы посчитали, что и он Александрийский, становяем Бога святого чеха, всех людей, которые идут по следам учения божественного, а здесь уже есть некий эксклюзивный сын Бога, и он же там является Богом. Таким образом, уже на место как бы, ну, библейского монастейского учения приводится некоторое учение, ну, как бы, не будем здесь, я не не стану называть это языческим или мифологическим, но, по крайней мере, происходит обожествление человека, который как бы является воплощением, материальным воплощением Бога. То есть, если Илон Александрийский здесь очень аккуратен и старается всегда проводить разницу между тем проявлением Бога в мире, которое осуществляется в божественной речи, и самим Богом, то здесь текст уже эту разницу полностью стирает. И, так сказать, возникает некоторая новая ситуация. Я сейчас это говорю не для того, чтобы как-то поступить к полемику с, у нас для этого нет никакой возможности, с христианским вероучением относительно обыста, я уже сказал, об этом говорить не забираюсь, тем не менее, здесь видно развилка историческая, которая происходит между иудаизмом и христианством в этой точке. Я хочу отметить еще одну очень важную вещь, дело в том, что вот еврейская мысль продолжает развиваться отчасти под воздействием Илона Александриста, отчасти под непосредственным воздействием Танаха и других источников продолжает развиваться в креационистском духе. то есть Бог это и есть Бог, который творит мир при помощи слова, человек это и есть человек, который сын Бога, который образ Бога, который приближен к Богу, который тоже творит свой мир при помощи речи, взаимодействуют с людьми, Бог и человек при помощи речи. Это еврейская концепция. И она продолжает развиваться, но значит, я хочу отметить, что эта еврейская концепция она повлияла на развитие мировой мысли, философии и учения уже впоследствии, много столетий спустя, чрезвычайно, через какие-то промежуточные другие еврейские источники и в какой-то степени вот эта концепция творения мира при помощи слова, еврейская именно, она стала одним из оснований новой европейской науки. Как это произошло? Значит, это произошло в очень большей степени благодаря нашему девятому тексту, которому я сейчас перехожу, цепер и цирак, медитворение, которое, будучи одним из таких великих произведений вейской литературы древней, оказалось в центре внимания европейской традиции где-то в 16-17-18 веке, она была переведена на латыни, на многие европейские языки, существует множество русских переводов этого текста, то есть этот текст, который не просто декларирует, что мир создан при памяти речи, а он описывает структуру создания мира при памяти речи. Цепер Яцера стала одним из оснований еврейской философии Средних веков, об этом мы будем говорить в нашем следующем занятии, но она же повлияла очень существенно, конечно же, на еврейскую мистику и на европейскую науку. Вот, теперь я хочу несколько слов сказать о той трактовке, которой творение мира при помощи речи мы находим препардицера. Что значит нештойные? Ну, видите, вот я как бы на это говорю тем, господа, учите еврейц. Значит, дело в том, что еврейц все-таки я с этим названием учите еврейц обращаюсь ко всем участникам нашего семинара и слушателям, которые, может, не являются евреями по происхождению или которые занимаются иудаикой профессионально. Еврейц это один из самых интересных и важных для истории культуры языков. А вот здесь написано просто напрямую с правой колонки вот сказано значит здесь бесшуржа 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 секундочку да здесь значит вот здесь там говорится про 10 хапирот 10 чител или 10 которые называются здесь эсер сферот блима то есть сферот который выделить текст с курсивом текст юридский вы хотите чтобы я выделил курсивом я этого делать не могу это мне недоступно но это очень легко вы посмотрите просто там где написано буква б напротив двойки да здесь эсер сферот блима третье и четвертое слово блима то есть без чего бы то ни было ничто то есть 10 чител которые не в 100 при помощи них был создан мир тут говорится что мир создан примерно 32 путей мудрости давайте почитаем более подробно у нас времени мало но все-таки несколько минут еще есть сейчас секунду я сначала обращу внимание на вопрос простого бога сын бога человек материальное опасение бога смотрите вопрос о праве на существование я бы не хотел входить в вопрос о идеологии в своем курсе что имеет право на существование что не имеет права на существование мне кажется любая идея даже если вы с ней не согласны имеет право на существование или даже если я с ней не согласен вот значит я думаю что то что идея что бог является словом и так далее, что он воплощен в человеке и прочее, эту идею, в общем-то, исповедуют и переживают миллионы людей. Значит, она имеет право на существование. А то, что я считаю эту идею, скажем, так себе, это еще из-за этого не следует, что она не имеет права на существование. Конечно, она не имеет права на существование. И поэтому мы, но теперь мы сейчас продолжим дальше, а я считаю, что если мы отказываем от правил на существование какой бы то ни было идеи, то нам просто не о чем говорить, потому что любая идея может быть обсуждена, продумана, даже если мы с ней не согласны, и тем более, если мы с ней не согласны. А сейчас я продолжаю. Да, блин, а это без чего бы то ни было. Это такое странное выражение, которое переводки, как вы видите, это перевод Михаила Шнейдера, перевел как ничтойность, ну, и это, по-моему, хороший перевод. Ну, а как иначе перевести мысль именно в этом? То, что эти речи, эти циферот, они без чего бы то ни было. Ну, и поскольку времени у нас мало остается, я хочу, что-то наш тему сегодняшнюю как-то завершить, и про цифер-ресферу могли бы поговорить с вами не один час, не один год, но коротко, на несколько минутах, хочу сказать самую главную вещь. Здесь, как мы видим, речь божественная, при помощи которой творится мир, которая, как и у Зелона Александрийского, отождествляется с мудростью божественной, она разделяется на 32 вот этих чудесных путей мудрости. То есть, значит, слушаем, выстаем, на те вот плюет хохма. Хохма – это мудрость, и, значит, это, соответственно, прямое обращение к восьмой главе Мисли, которая говорит, что мир творится при помощи мудрости. И сэк-ресфера здесь тоже обращается. Я, к сожалению, не имею времени рассказать про историю этого текста, но я думаю, легко найдете это где угодно. На Википедии про сэк-ресфера есть очень много везде. Вот. Сэк-ресфера здесь прямо переводает нам плитчи. Мир создан при помощи мудрости. Но мудрость здесь отождествляется, как мы видим, с речью, но очень интересным образом. Здесь также идет очень интересное игрокло, то, что здесь написано в переводе на чертал, и это очень остроумный и правильный перевод, слово хикэк, потому что хикэк, конечно, на русский перевести невозможно… Потому что хикэк – это,NERVzona, это начертывать на камни, то есть писать, и одновременно это видовать закон. Потому что Хоксть – это закон на иврите. То есть хикэк – это одновременно писать и одновременно устанавливать законодательный образом… То есть мир, согласно этому тексту, написан Богом, и он же установлен законодательно Богом. То есть таким образом получается, что божественная речь – это есть с одной стороны текст, а с другой стороны – это закон, на основе которого устроен мир. Я думаю, что это одно из первых таких прямых упоминаний того, что существует некий закон, согласно которому весь мир двигается. Разумеется, нечто подобное мы находим и в древнегреческой философии, но вот таким вот образом, что весь мир руководится неким единым законом, который Бог нарисовал, написал в качестве текста, при помощи этих 32 путей, это абсолютно удивительная вещь. А что за указка, которая у меня есть? Ну, я сейчас не буду. Под Quick Start. А? Если у тебя есть секунда, посмотри слева вверху все меню, под Quick Start у тебя указка. Если на него нажмешь, то там, где ты будешь двигаться Ахбаром мышкой, у тебя будет на экране указка. Я понял. Quick Start. Не, не, не. Нет, я тебе не сказал на него нажимать. Я тебе нажмешь на него. Я сказал, что под ним находится шкала инструментов. И там у тебя есть указка. Самая нижняя полоса самого лева. Вот это? Да. Ну, ты выбрал, ну, скажем это. Окей. Ладно. Не важно. Сейчас уже совсем о времени, поэтому я не буду больше этим заниматься. Но вот я выбрал. Значит, тогда я прошу... Значит, сейчас тут все стало прыгнуть. Правда. Не важно. Короче говоря... Нет, она прыгает, потому что она идет за твоей указкой. Она умная. Там где-то на фокине подсказывает. А, понятно. Хорошо. Итак, мы видим, что речь божественная разделяется на 32 пути мудрости, которые разделяются, соответственно, на 22 буквы алфавита и 10 чисел ничтойных, как они здесь обозначены. То есть, таким образом, мир творится при помощи 10 чисел, 22 букв. И эта концепция творения мира, она здесь, в Семер-Ицера, проводится последовательно. На протяжении всей этой книги. И, в общем-то, я бы сказал, что этот удивительный совершенно трактат Семер-Ицера, кроме всего прочего, содержащий огромное количество идей в самых разных областях. И, в частности, идея, которая, на мой взгляд, еще не оценена по достоинству, это то, что числа и буквы, то есть математика, грубо говоря, и письмо, они участвуют в творении мира совместно. В некотором взаимодействии, в некотором отношении, потому что не сводится ни одному, ни к другому творение. Я лично это называю арифмограмматологией, то есть сочетанием арифмаса, числового основания и грамматуса, то есть буквенного, текстового основания творения мира. Так или иначе, мы видим, что в этом тексте, я сейчас больше подробно на нем рассказать уже не могу, значит, говорится не только о том, что есть просто какие-то 22 буквы в распоряжении Бога, но дается система этих букв, так, что дается классификация этих букв, сейчас технологическая классификация, которая здесь приводится в тексте в конце. Но что для меня здесь очень важно, это, значит, третий стих, собственно говоря, первой главы. «Дети чести уничтойных, десять и не девять, а не одиннадцать, понимая в мудрости, мудриль в понимании, испытывая ими, исследуя ими, установив вещь на ее опору и возвратив творца на его место». Значит, смотрите, что получается, что этот трактат, он не просто говорит о некоторой абстрактной теории создания мира при помощи словов, он также говорит о том, что должен делать человек. То есть он говорит, что человек, он получил этот инструмент, то есть речь, в руки для того, чтобы осуществить некоторую чрезвычайно важную работу, которая, ну, здесь называется «Исследуй, умудрите, исследуй, познавай и установи вещь на ее опору и возвратив творца на его место». То есть, оказывается, речь – это не просто инструмент творения, но и инструмент исправления мира. И в качестве инструмента исправления мира она дана именно человеку. И здесь, мне кажется, очень важный, так сказать, момент, то опять повторяет то, что мы видим с самого начала. Если мы вернемся к началу нашей лекции и прочитаем еще раз те тексты, которые мы читали, мы увидим, что вообще есть великая последовательность во всей еврейской концепции творения мира при помощи речи. То есть эта концепция, она как бы обладает некоторой внутренней логикой, потому что, с одной стороны, мир создан при помощи речи и управляется при помощи речи, с другой стороны, речь – это и есть то, что дано распоряжению человека, при помощи чего человек может исправлять этот мир, создавать свой мир и осуществлять свое действие в этом мире. И вот эта вот такая концепция, она, конечно, как мне кажется, очень важна. И, конечно же, она не до конца осуществлена, так сказать, в современной западной культуре, в том числе, которая, в общем-то, идею законов природы и попытки создания, написания книги природы или распытия внутреннего шифра мира, законов математических и грамматических законов мира, эту задачу она пытается осуществить, но она совершенно не пытается осуществить другую задачу, которая здесь сформулирована, а именно попытку исправления мира в соответствии с его внутренней природой, то есть в соответствии с божественным предназначением и, соответственно, языком, который дан распоряжение человека. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы еще? Я был бы рад, у меня есть еще, наверное, минут 5, потому что, хотя лекция должна закончить 45 минут, но обычно мы продолжаем до 8 часов, поэтому если меня слышно и у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, их задавайте, а если они возникнут потом, то, пожалуйста, в этом форуме их задавайте, потому что я стараюсь реагировать и потом отвечать на вопросы, которые в форуме появляются. Вот сейчас возникают вопросы Филона. Да, вот Филон и Пифагорейство. Вы знаете, это очень интересная тема, которая меня провоцирует на очень интересный, очень серьезный разговор. Все дело в том, что Пифагорейство, как мне представляется, является, ну, что-то типа троюродным братом еврейского учения, Торы, вообще. То есть в Пифагорейство есть очень много общего с иудаизмом. Я уж не говорю там такие мелочи, как Кашут, но Пифагорейцы сами утверждали, что они по ее учению взяли откуда-то с востока, а начиная с эллинистической эпохи появляется очень много всяких преданий о том, что Пифагора учился у еврейских пророков и получил посвящение на горе Тормель, где, как известно, Ильягу описал пророк Илья. Значит, так или иначе, пифагоризм очень родственен иудаизму, и поэтому неудивительно, что Филон Александрийский хватается за пифагорейское учение и пытается целый ряд вопросов, частые створения мира, как раз створение мира, он использует очень много их деятельности пифагоризма и, мне кажется, по делу использует. Я хочу сказать вам, что эта тенденция близок к к Пифагорейству, она продолжается и впоследствии, к примеру, такой великий, по-моему, философ, как Соломон Маймон, который в конце XVIII века пытается соединить канцовское учение о форме с ледницовским учением о числе или о логических структурах, о монадах, для того, чтобы, как бы, и тоже идет по следаму пифагорейства, абсолютно. Я вам сам говорил, что он идет по следаму пифагорейства, поскольку у него, человек был очень знающий, обрагован, и он об этом напрямую говорит. Еще один вопрос, но, к сожалению, непонятие, а может быть, это вовсе не вопрос. Да, я могу вам сейчас просто почти сразу же дать ссылку. Значит, сейчас попробую. Да, я... Дело в том, что переведены на русский язык целый ряд его сочинений, о строении мира, обчатки и так далее. Значит, и я сейчас попробую просто дать ссылку, если у меня это получится. Значит, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ну вот, я сейчас дам ссылку прямо на его трактат «Отворение мира» по-русски. И, в частности, вы сможете там же найти все остальные его трактаты. Так, это я в чате пишу. Вот. Пожалуйста, есть такой странный человек, неизвестный имени Руслан Хазарзар, который очень много всяких текстов собрал. Но это тогда было, комментарии, которые на Александрийском публикованы были в Москве еще лет 15, по-моему, назад. И, в частности, там есть вот такой ряд, это все есть в интернете, ты можешь скачать. Мне кажется, что он на Александрийском удивительный социальный философ. И я глубоко убежден, что он не только, как говорит о нем Гарри Вольтсон, является некой пограничной фигурой между древней философией и средневековой, но он также является очень важным, вот, видимым Энаким Винокуров тоже приводит нам какую-то цитату, в смысле, какую-то ссылку на филона. Большое спасибо. В общем, так или иначе, я просто хочу сказать, что филон как бы заслуживает большое внимание, но мы с вами двигаемся дальше, и на следующей инфекции будем заниматься ради Гаона и вообще всей средневековой еврейской философии, постепенно двигаясь в сторону современной философии Львенаса и так далее. Но с древним периодом мы как бы отчасти заканчиваем, но на самом деле мы будем постоянно к нему возвращаться. Смотрите, по поводу удачности, неудачности перевода, значит, это всегда, об этом всегда можно подпорить, есть порядка 15 переводов с эфир и циры на русский язык, если нужно, я могу дать ссылку, они все есть в интернете, но многие из них есть в интернете. Этот перевод я считаю как бы наиболее точным, насколько он удачен или неудачен, это вопрос, потому что, например, слово сферот сокрытие, это уже некоторая модернизация, блема это не сокрытие, есть очень много слов, которые обращают сокрытие, значит, это переводчик хотел вложить некий мистический смысл, мистическая интерпретация из этой средневекции. А я хочу вам сказать, что эфир и циры, она является одновременно одним из источников еврейской философии, в том числе рационалистической, и из Ради Гаона, и из Дега Ливни, и многих других, и одновременно является одним из источников еврейской мистики. Данный перевод, он как бы более нейтральный, более формальный, но, впрочем, на перевод, не стоит нам вспомнить о вкусах, я всех призываю к дискуссии, обсуждению в чате или в форуме, понятно. Вот, видимо, всем желаю хорошей недели и хорошего суббота, ссылка на что? А, ссылка на разные переводы. Ну, извините, я это повешу в форуме, потому что это у меня не находится подруга, подруга мне придет там несколько минут отрискать, я сейчас не успею это сделать до закупения нашего занятия. Всем желаю всего самого лучшего, до свидания, и спасибо, до следующей встречи. Я, со своей стороны, стандартно всех приглашаю в открывшийся уже зал заседаний, где будет вступать в Пинхас-Полонске. А чтобы, уважаемый Илья, не меня не обижался, то я сообщаю, что после Пинхаса-Полонска, ровно через неделю с Божьей помощью, будет лекция Илья Дворкина. Илья, я правильно сказал? Всем бежать в соседний зал. Я ни в коем случае никогда никого не обижаюсь, чтобы с таким поводом. Печер, наверное, люблю, уже лет так 30, с ним знаком. Но там я пошел в другой зал, который называется «Мой компьютер». Так что всего наилучшего, до свидания. Всем до свидания, всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok